Третью неделю Анатолий Иванович и все его соседи живут, как сами выражаются, в каменном веке, чтобы умыться, утром и вечером кипятят воду в кастрюлях. Коммунальщики обещали вовремя пустить, но теперь новое у них продлят на неделю точно, а там еще и посмотрят. Уже надоело, удобства никаких. Черногорцы не считают, сколько дней летом нет горячей воды. Точно знают, что без кипятильников в последние полтора месяца могли обходиться всего полторы недели. Греем постоянно чайники, кипятильники, электроэнергия. Электроэнергия подорожала. Кто нам это возмещать будет? Представляете, это все лето, у нас мы мотаем электроэнергию. От кого требовать объяснений, жители не знают. В «Хактек» звонят каждый день, но руководителя постоянно нет на месте. Информировать горожан о том, когда будет вода, коммунальщики не торопятся. «Секретарь меня вчера очень удивила. Когда начинаешь звонить, она еще раз дает бесплатные советы, как бы, знаете, с усмешкой, куда вы можете звонить и жаловаться. Пожалуйста, жалуйтесь, мы никого не боимся». Руководителя «Хактека» на рабочем месте не застать. В приемной пообещали, что причину задержки объяснит главный инженер организации. Однако ворота так и остались закрытыми. Администрация города признается, властей «Хактек» тоже игнорирует. Извещение о причинах отсутствия воды прислал с опозданием. «Хактек» уведомил администрацию о том, что для возобновления подачи горячей воды в дома горожан необходимо устранить ряд технических неполадок, которые были выявлены на тепломагистрали. Для проведения данных ремонтных работ ресурсоснабжающей организации необходимо еще 10 дней. В администрации сообщили, что пропажей горячей воды занялась прокуратура. Жителям, кстати, советуют писать заявление силовикам и обращаться в республиканскую жилинспекцию.